Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, в городе изменены несколько маршрутов движения общественного транспорта. Это коснулось маршрутных такси. Собственно говоря, что это за изменения и с чем они были связаны? Вы знаете, Евгений, зачастую обращаются к нам жители с просьбой продлить какие-нибудь маршруты. У нас в городе строятся жилые комплексы, застраиваются микрорайоны. И первой, наверное, такой ласточкой это был ДПР-5, который уже давно просил пустить транспорт в свой район. В конце года дорожные условия привели в соответствие. Ширина проезжей части должна составлять не менее 6 метров. Подготовили разворотную площадку и два маршрута общественного транспорта мы продлили до Дашки, песочный район номер 5. Это такие маршруты, как 96 и 53. Конечно, в перспективе планируется еще продление транспорта в этом районе, но пока считаем достаточно. Так как соединим гор-рощу с песочной ДПР-5 и конищево через центр. Также мы учли пожелания жителей поселка Южный. Там, где у нас маршруты номер 85 и 50, не доезжали одну остановку до конечной. То есть, продлили по маршруту 33 и 16 автобусов, для удобства жителей. То есть, правильно ли я понимаю, что все вот эти изменения, которые сейчас, что называется, вступили в силу, они связаны исключительно с пожеланиями жителей города Рязани? Совершенно верно, да. Мы к этому решению, скажем так, приходили, основываясь на общении с жителями, заявительного характера. Ну и также изучаем, в любом случае просматриваем на перспективу развития того или иного микрорайона. Ну, хотелось бы еще отметить, что у нас застраивается за автовокзалом. Вот улица Мервинская плотно очень застраивается. У нас там на сегодняшний момент только 17 троллейбусов ходят. И было принято решение там одну маршрутку изменить движение. Не пустить ее не через Кинкокровальную фабрику бывшую, а пустить по Мервинской. То есть, 95-ю маршрутку для удобства жителей. Ну, то есть, 95-я теперь будет не по Западной улице двигаться, а по Мервинской. Совершенно верно. То есть, я считаю, что улучшит качество обслуживания населения. Ну, вот первые дни у нас маршруты, что называют, сходят по новым маршрутам. Какой-то мониторинг вот уже для себя провели. Насколько все без боев действует? Ну, вы знаете, у нас в любом случае работа живая. Есть, конечно, жалобы. Кому-то стало там менее удобно. Все потому, что привыкают люди. Но всем угодить 100% населения невозможно. Стараемся, конечно, вот именно массовое количество людей удовлетворить потребности. Ну, то есть, оптимальный вариант. Да, совершенно верно. Важный вопрос, когда мы говорим о работе маршрутных такси, и это тоже пожелание граждан. Это вопрос организации разворотных кругов. Не секрет, что далеко не все эти разворотные круги, которые действуют сейчас в городе, ну, что называется, действительно разворотные круги. И вопрос санитарной обстановки в местах отстоя маршрутных такси поднимался и поднимается неоднократно, в том числе и в виде обращений жителей города Рязани, которые живут непосредственно в близости от конечных остановок маршрута к администрации города. Скажите, есть ли какие-то перспективы в этом плане? Совершенно верно. Вопрос стоит остро. Вопрос не первый год перед нами стоит. На сегодняшний момент подписано постановление о объявлении конкурса на отбор инвестора. Мы выбрали пять самых проблемных разворотных кругов, такие как Новоселов 60 в Песочне, Березовая, сельских строителей Дом 6 недостоило, Забайкальская и улица Юбилейная, где круг 10-го троллейбуса. То есть, вот такие проблемные круги, там как муниципальный транспорт, так и коммерческий транспорт, большая там парковка такая идет, хаотичная. То есть, хотелось бы провести все это соответствие. Мы планируем, что там будет проведено благоустройство за счет инвестора. Будут, значит, стационарные туалеты, комнаты отдыха водителей, диспетчерский пункт, ну и, соответственно, какая-то там возможность приема пищи, ну и, может быть, там аптеки какие-то будут размещены. Это уже в перспективе будет выявлено. Так, конечно, кроме, ну обязательно, значит, что должно быть эта разметка нанесена для общественного транспорта, размещены места для парковки легкового такси, потому что у нас действительно достаточно мало мест такого. Ну, парковки легкового такси тоже является таким сложным моментом. Начнем с этих пяти точек, пяти мест, потом продолжим на остальных кругах и, конечно, в идеале, в перспективе все это привести в соответствие. Вы сейчас назвали эти пять разворотных кругов, да? Это уже в этом году? Да, планируется в этом. То есть, сейчас вот объявляется конкурс на отбор инвесторов. Дмитрий Сергеевич, ну и еще один вопрос, который не могу не задать. 9 мая у нас в городе открылся надземный переход возле торгового центра «Премьер». Правильно ли я понимаю, что вслед за этим переходом открывается и новая остановка общественного транспорта, потому что это было одно из пожеланий горожан, чтобы возле «Премьера» была полноценная остановка общественного транспорта? Совершенно верный Евгений. Вот сам участвовал в открытии, присутствовал. 9-го числа в 15.00 открылся пешеходный переход. Наверное, первый у нас в Рязани с эскалатором. Очень удобно для бабушек, для, скажем, категорий таких, которым тяжело перейти дорогу именно по лесенкам. В 15.00 у нас транспорт уже стал останавливаться. То есть, остановка функционирует в полном объеме. Сейчас еще, я знаю, что собственник планирует информационное табло разместить на противоположной стороне для удобства пассажиров. Уже есть лавочки имеются. В принципе, все соответствует нормам. Это касается не только коммерческих перевозчиков, маршрута, но и всего общественного транспорта. Абсолютно весь общественный транспорт, да. Но, вы знаете, для транспорта это в любом случае выгодно. Лишняя остановка, сменность пассажиров. И сейчас мы присутствуя на месте, буквально за ближайшие полчаса функционирования остановки уже наблюдалось большое количество пассажиров. И, скажем, люди довольны. То есть, остановка себя оправдывает? Конечно. Ну что ж, я благодарю вас. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Дмитрий Рябчиков, начальник отдела транспортной инфраструктуры администрации Рязани, подробно говорили о новшествах в работе городского общественного транспорта. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. «Три пятерки» – три ноля.